Всем привет! Пришла вот такая вот стопочка мелких посылок. Давайте с какой-нибудь начнем. Здесь посылка довольно-таки давно пришла мне. Она лежала, ждала другой мелочи. Здесь у нас уже открыто, потому что я открывал, срок подходил, я посмотрел наличие на месте все или нет. Здесь пришла нитка, как ее, хлопковая нить для электронной сигареты. Для электронной сигареты. Так, давайте посмотрим на нее. Самое забавное, что посылка стоила меньше 100 рублей. Или, по-моему, 100 рублей она где-то стоила. Ну, не важно, короче. Во-первых, посылка шла с трек-номером, который отслеживался. И посылка дошла за 8 дней. Так, смотрите, плотная ниточка, не знаю, очень плотная. Будем пробовать наматывать, не знаю, как мне это получится. Нитка вообще очень плотная, короче. Ну, видимо, видимо хлопок. Надеюсь на это. Либо бамбуковая нить, не знаю, но вроде как хлопок заказывал. Ладно, хрен с ним откладываем. Будем сегодня экспериментировать. Так, давайте еще для электронной сигареты посылочки в шел в дверь вместе. Видимо, на таможню закинули. Здесь, ну, не знаю, по ощущениям еще не вскрывал, получил сегодня. Здесь у нас идет, наверное, кантал 30 метров. Посылка шла долго. Точнее, вроде как бы посылка шла не то, что долго. Продавец поставил маленький, как он, за срок заказа, как это называется. То есть и посылка пришла у меня за 30 дней, за 35 дней и срок вышел. То есть я за деньги за него вернул, за этот кантал, но отзыв я, наверное, оставлю все равно. Так, кантал мой второй. Так, он вот как замотан, чтобы не разматывался, видимо. Вот он, мой любимый кантал. Наконец-то мне пришел кантал, я наконец-то перемотаю себе сигаретку. Ну, вот такая вот бухточка, моточек. Ну, надеюсь, в принципе, на ощупь-то все хорошо. Ну, пускай это может... Ну, халява, что я сказать, какая разница. То есть кантальчик тоже дешево, очень дешево. За 30 метров я отдал 150 рублей. Может, не знаю, но ссылки все будут в описании. То есть, ладно, так, выкидываем, всю мелочь выкидываем. Так, давайте, здесь пришли щупы. Я знаю, что у нас можно были щупы столько же заказать, сколько в Китае, но я люблю Китай, и мне они были не сильно нужны. И доказал я их с Китая. Щупы на мультиметр. А есть это они? Да, это они. Посылка тоже шла примерно так же, как и проволока. Чего-то 30 дней, вот так вот, заказывали вместе. Они не отслеживались, что кантал, что вот это вот. Так, ну, в принципе, нормально. Кантал мне нужен для... Ой, для кантал. Щупы мне нужны, чтобы проверять этот, как его. Не знаю, потом, если что, подрежу. Чтобы смотреть сопротивление на проволоке. Они работают, отлично. Здесь, если никому не видно, сделаю вот так вот. Писки, я думаю, всем слышим. То есть, ладно, работают. Мы их немного еще подправим. Хотя, может, и не будем. Здесь встают нормально. Потому что плотно вставлялись, нужно будет их подрезать. А может, и не нужно. Ладно. Работают и на этом хорошо. Посылки буду все в описании оставлю. Так, охрен с ним. И такая вот, как говорит, не пришей кобыле-хвост. Сюда посылка пришла. Пришла посылка для моей жены. Здесь пришла, судя по ощупи, ободок. На волосы. Тоже стоило копейки. Хотя и у нас он копейки стоит. Но все равно, блин. За такой ободочек, нужно обычный просто ободок. Что тут, 30 рублей что ли он стоил. Ну, чтобы волосы держать. Кремами мажется лицо. Глины сейчас мажется. То есть, чтобы волосы не попадали на лицо. Вот такой ободочек у нас стоит. Там, ну, пускай, там, может, один стразик какой-нибудь мелкий. Найберил, блин, порядка 150 рублей. Нафига переплачивать, если можно подождать и купить в Китае за 30 или 20 рублей. Ну, не знаю, ну, копейки. Кусок пластика и в Китае кусок пластика. И все равно все там заказывается. Ну, так, в принципе, все. Вот такие вот товары. То есть, вот это, грубо говоря, для электронной сигареты. А вот это вот просто сюда вместе с копом. Подписывайтесь на канал, на мои группы в соцсетях. И на меня в Твиттере, в Инстаграме. В Инстаграме я тоже завел. Выкладываю туда фотографии товаров. Что еще? Ну, подписывайтесь. То есть, ставьте лайки, оценивайте, комментируйте. Всему буду рад. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok